Параграф 19. Китай. Золотой век эпохи правления манчжурской династии Цин. Утверждение манчжурского режима и его расцвет приходится на время правления трех великих императоров Цин – Канси, Юньчжена и Цаньлуна. При первом из них Китай превратился в мощную державу. При втором произошло усиление центральной власти и установилось прочное сотрудничество манчжурских властей с представителями китайской элиты. При третьем Манчжурская империя достигла зенита своего могущества. Политическое устройство. Во главе государства стоял неограниченный монарх Багдыхан. В функции кабинета министров осуществляли шесть приказов – чинов, налогов, церемоний, военной, уголовной, общественных работ. Собственно, Китай состоял из провинций, которые в свою очередь разделялись на области, округа и уезда. Во главе провинции находились назначаемые Багдыханом военные и гражданские губернаторы, над которыми стоял наместник, возглавлявший военную и гражданскую власть нескольких провинций. Высшие должности на местах по большей части занимали представители манчжурской знати. Значительную роль в цинском государстве играли восьмизнаменные войска – восемь основных манчжурских воинских соединений, отличительным знаком которых служили знамена определенного цвета. В дальнейшем к службе в восьмизнаменной армии привлекались монголы, а затем и китайцы. При этом все служившие в восьмизнаменных войсках, независимо от своего национального происхождения, являлись представителями привегированного сословия. Правление Канси. Став императором, Канси стал проводить курс на вывод страны из вызванного несколькими десятилетиями войн социально-экономического упадка. Началось восстановление пострадавших или пришедших в негодность дамб, плотин, каналов, ирригационных систем и дорог. Багдэхан являлся инициатором одного из величайших гидротехнических проектов в истории – строительства дамбы и углубления русла реки Хуанхэ, что прекратило регулярные наводнения на северно-китайское равнение. В 1684 году цинское правительство сняло запрет на торговлю с иностранцами, открыв четыре порта, в том числе Кантон. Результатом стал приток в казну серебра, поскольку в страну хлынули иностранные купцы, желавшие купить китайские товары. В 1712 году Канси осуществил налоговую реформу, улучшившую положение населения, занятого в сфере промыслов, отходничества, разносной и мелкой торговли. Все это способствовало дальнейшему восстановлению экономики государства. После установления безраздельного властвования династии Цин в Китае, Канси занялся внешними проблемами. В 1689 году состоялось подписание Нерчинского договора с Россией, на основании которого территории к северу от Амура были присоединены к Китаю. Договор также предусматривал установление регулярных торговых связей между двумя странами. В конце 17 века Цинская империя захватила Халху – Северную Монголию, после чего развернулась длительная борьба за подчинение западных монголов – айратов, джунгаров. Подъем экономики, расцвет купечества и развитие товарно-денежных отношений рассматривались многими как отход от традиционных ценностей. Чтобы развеять подобные страхи, государство стало поощрять конфуцианские ценности. Даже манджурская знать вынуждена была давать своим детям конфуцианское образование. Багдыхан являлся одним из самых образованных представителей своей эпохи. При его дворе находились иностранные миссионеры, познакомившие император с европейской наукой и культурой. В 1708 году по указу Кан-Си в столице Пекине открылась школа русского языка, а в 1715 году действовала российская духовная миссия, которая способствовала распространению в России научных знаний о Китае. В период правления Кан-Си активно развивалась литература, было издано несколько сотен томов произведений, классиков китайской словесности, огромная энциклопедия, словари и другое. При этом из публикуемых работ вычеркивались все крамольные места, вольнолюбивые мысли, неудобные факты и явные намеки, направленные против манджуров и других завоевателей Китая. Правление Юньчжена Новый монарх Юньчжен отличался недоверчивым отношением к своему окружению. Он заточил в тюрьму многих сановников, включая членов своей семьи, ликвидировав тем самым источник внутренних дворцовых противостояний. Юньчжен стремился создать аппарат управления, независимый от манджурской аристократии. В 1730 году под предлогом более оперативного руководства военными действиями против Джунгар был сформирован военный штаб, временное военно-административное учреждение. После 1732 года оно было преобразовано в военный совет, высший государственный орган, состоящий непосредственно при императоре. Совет, сконцентрировав в своих руках все управление военными и гражданскими делами, превратился в правительство, полностью зависимое от Багдыхана и возглавляемое им. Постепенно снимались ограничения на занятия китайцами ответственных постов в верхних эшелонах власти. Должности наместников и военных губернаторов стали занимать монголы и незнаменные китайцы. После захвата цинами Северной Монголии встал вопрос о размежевании владений России и Китая в этом районе. По заключенному в 1727 году Кяхтинскому договору была определена граница к западу от реки Аргуль, которая приблизительно соответствует современной границе России и Монголии. Договор регулировал принципы торговли к югу от озера Байкал. В столицу Китая разрешался въезд 200 русским купцам, которые могли там построить торговые склады. Был определен и статус русской православной миссии в Пекине. Попытки Юньчжена завоевать Айратское, Джунгарское ханство не увенчались успехом. Цины пошли на большие территориальные уступки джунгарским ханам. Параллельно осуществлялась манджуро-китайская агрессия против Тибета. В 1720 году его восточная часть оказалась оккупированной цинскими войсками. Это вызвало восстание тибетцев, которое было подавлено наследником Юньчжена. Правление Цянь-Луна. В китайской истории Цянь-Лун занимает особое место. Просвещенный монарх, покровитель наук и искусств Цянь-Лун сам являлся живописцем и стихотворцем, увлекался обустройством садов и дворцов, а также был страстным коллекционером. Собранные 1 миллион 700 тысяч произведений, искусство в наши дни экспонируется в дворцовых музеях Пекина и Тайваня. Первым шагом нового властителя было увольнение со всех важных должностей членов императорского клана. Цянь-Лун считал, что Багдыхан является верховным правителем, который должен принимать решения самостоятельно и не может быть ограничен личными связями. В правлении Цянь-Луна была проведена реформа системы учета населения. Теперь фиксация подлежала не только работоспособная, но и все население страны. Регистрация населения осуществлялась через круговую поруку, то есть сведения подавали главы 10 дворовок или 100 дворовок. Каждая семья была обязана следить за остальными и незамедлительно сообщать властям о любых правонарушениях. Цянь-Лун стремился расширить территорию империи Цин и укрепить положение Китая как сильной державы Центральной Азии. Ему удалось подчинить Тибет 1750-1751, завоевать Джунгарию 1755-1757 и государство уйгуров Кашгарию 1757-1759. В результате в состав Китая вошли земли, примерно равные по площади империи Великих Моголов в Индии. В середине XVIII века Цинская империя превратилась в самое крупное сильное государство Восточной Азии. Пекин был тогда больше Парижа. Цянь-Лун ощущал себя чуть ли не властелином всего мира. Эйфория могущества привела к усилению литературной инквизиции с ее кострами и казнями. В книгах нельзя было упоминать личные имена манджурских правителей, критиковать цинский режим. Бытовая художественная проза, романы, новеллы и повести реалистичного направления объявлялись непристойными. С 1774 по 1784 год полному запрещению подвергались более 2300 изданий. Сожжение их в 1774-1782 годах происходило 24 раза. В костер были брошены почти 14 тысяч книг. Ужесточились судебные процессы над литераторами. Поэтов казнили за строки, содержащие антицинские намеки, за написание грустных стихотворений, что связывалось с падением династии Мин. В то же время при Цянь-Луне еще больше размах получили общественные работы, в которых участвовало несколько тысяч китайских ученых. В 1773 году Багдэхан поручил 361 ученому перебрать 10 тысяч книг на китайском языке, с тем, чтобы выявить и уничтожить тексты антиманджурского характера, а оставшиеся включить в состав своей личной библиотеки. Работа длилась 10 лет. В результате на свет появился сборник текстов Сыку Цюань-Шу – полное собрание книг по четырем разделам, насчитывающий 36 381 том, что составляло приблизительно 2 300 000 страниц и 800 миллионов иероглифов. Копии этого свода текстов были разосланы в ряд публичных библиотек, созданных императором для ученых и литераторов. Во второй половине XVIII века Цянь-Лун обратил свой взор на южно-азиатское направление. Однако два похода против Бирмы – Мьянмы – закончились неудачей, как и попытка Цин установить свое владычество над Вьетнамом. Провал этих завоевательных войн свидетельствовал о несоответствии внешнего величия и показной мощи Цинской империи, ее внутреннему состоянию. С 70-х годов XVIII века начинается упадок маньчжурского режима и его ослабление под ударами нарастающих восстаний крестьян и национальных меньшинств. Увеличился налоговый гнет. Росла коррупция в чиновничьей среде. Ярким отражением данного процесса является биография Хэшэня, фаворита императора Цянь-Луна. Этот молодой маньчжур сделал головокружительную карьеру от телохранителя Багдыхана до фактического правителя государства. Женив своего сына на дочери Багдыхана, Шэшэнь, обрел всесилие. Временами он занимал до 20 различных постов и доходных должностей, и звался вторым императором. В руки фаворита стекались несметные богатства, усиливая и без того его невероятную жадность, которая толкала его даже на расставщичество. Ему принадлежало 117 меняльных контор и ломбардов. Богатства Шэшэня превышали ценности императорского дворца. Падение второго императора произошло через месяц после смерти Цянь-Луна. Его обвинили, в превышении власти вынудили совершить самоубийство. Закрытие Китая В 17-18 веках в китайских портах стали появляться английские и французские купцы. Вначале китайцы со страхом и уважением смотрели на приплывших к их берегам чужеземцев, в виде их превосходства над собой в военном деле и предпринимательстве. Но вскоре ситуация изменилась. Цянь-Лун опасался, что внешняя угроза может совпасть с массовым движением китайцев против власти завоевателей – манчжуров. В памяти манчжуров сохранилось представление о том, что пришельцы из далеких европейских государств вмешивались в свое время в борьбу между династиями Мин и Цин. Кроме того, до Цинского двора дошли сведения о колонизаторской политике европейцев в соседних странах. К тому же, контакты китайских торговцев с иностранцами казались властям опасными, подрывающими традиционные устои общества. Все это, включая ощущение всесилия внутри и вовне империи. Цин привело к закрытию Китая от заморских варваров. В 1757 году указом императора Цянь-Луна все порты, кроме Гуанчжоу, были объявлены закрытыми для внешней торговли. Так было положено начало изоляции Китая. Даже в Гуанчжоу, в этом открытом городе, иностранцам не позволялось селиться в пределах городской черты и изучать китайский язык. Китайцев, обучавших заморских варваров, казнили. Политика изоляции страны от внешнего мира виделась цианским правителям как одно из средств самосохранения.